Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала! Рады приветствовать вас! И сегодня мы продолжим говорить о такой легендарной личности, как Баланчин. Про него уже есть множество историй на нашем канале, можете с ними ознакомиться. Есть множество материалов, посвященных Баланчину, но наши зрители продолжают задавать вопросы про эту легендарную личность. И сегодня мы хотим ответить на некоторые из них. И скажите, пожалуйста, Олег, что вы можете рассказать об афоризме Баланчина? Баланчин – человек, который... Баланчин не исчерпает. Баланчин – это мыслитель, не побоюсь этого слова, который унес огромный вклад в историю. Не только в историю балета, но и в историю вообще. Если говорить об афоризме Баланчина, то можно говорить отсюда и до утра. Ну, например, самый известный его афоризм, который состоит в том, что балет – это женщина. Баланчин действительно свято верил в то, что балет – это женское искусство, и не очень понимал, и даже в некотором смысле противостоял тому, что балет стал в последнее время прерогативой исключительно мужской. Когда мы говорим о главных звездах балета, мы вспоминаем прежде всего имена мужские, как ни странно. Это происходит по всему миру. Женщины в балете отодвинуты на задний план, и Баланчин с этим бороться. Поэтому первый самый известный его афоризм – это афоризм, который звучит так – балет – это женщина. Второй, на мой взгляд, афоризм, который лучше всего раскрывает взгляд Баланчина на балет, это афоризм, который состоит в том, что балет – это искусство памяти, а не искусство истории. Знаете, Баланчина часто упрекают в бессюжетности, а он этим, в общем, гордится. Все балеты Баланчина, они лишены сюжета. В них нет драматической составляющей. Например, в Советском Союзе гордились страшно, что балет, значит, «Спартак» показывает восстание рабов и классовую борьбу. Ругали «Светлый ручей» за то, что там плохо изображена колхозная жизнь, хотя хвалили за то, что любая колхозница может стать балериной. Ну и прочий вот этот всякий бред. Баланчин всегда был этому чужд. Он смотрел на балет, как на искусство каких-то ангелов, которые в семиминутной действительности не имеют никакого отношения. Поэтому балет – это искусство памяти, а не истории. Балеты, которые Баланчин ставил, тот же «Щелкунчик» американская версия. Ведь он видел этот «Щелкунчик» просто ребенком. Он просто видел его ребенком. Когда случилась революция в 1917 году, ему было 13 лет. Он просто был ребенком. Он не мог помнить всю вот эту имперскую столицу. Он не мог помнить Елисеевский. Он не мог помнить вот все, что сопровождало настоящий большой театр, который был вот в полном смысле императорский. Он был небольшой, а Мариинский, конечно. Вот. Ну, Елисеевский в Москве тоже был. Ну, не суть, да? Суть в том, что, например, когда Баланчин ставил вариации Раймонда, он ставил не Раймонду, где есть сюжет, который Петипа отрабатывал. Он ставил просто прекрасные танцы, и его интересовали находки хореографические. Это была именно память о том утраченном мире, а не история, не попытки создавать какой-то исторический контекст и показывать превосходство классовой борьбы и крестьян перед спартаковцами. Ну, вот как-то так. Опять же, следующий, ну, наверное, на трех мы остановимся. Мне очень интересна переписка Джеки Кеннеди и Баланчина. Баланчин писал Джеки Кеннеди, что мужчина заботится о материальной стороне жизни. Женщина заботится о духовной, ее составляющей. Женщина – это мир, а мужчина в этом мире просто живет. Понимаете, вот опять же, это очень хорошо показывает представление Баланчина о мире. Он действительно всю жизнь жил в неком женском мире. И по большому счету, ну, вот трудно припомнить хореографа, который не был бы гомосексуалистом. Баланчин, ну, вот он чуть ли не единственный. Понятно, что там, ну, не будем мы говорить о неживущих, там, скажем, о Тюдоре, скажем, о Баштане, ну и так далее. То есть это некая длинная-длинная-длинная традиция. Поэтому вот эти все афоризмы эти, да, вот они очень хорошо говорят не только о взгляде на мир человека, но и о хореографии, о его взгляде на мир как хореографа. А как же тогда отношения Баланчина или Фаря? Да вы о чем, Марин? Что надо спросить-то? Что можете рассказать о Баланчине или Фаре и об их отношениях? Марин, у них не было сексуальных отношений, извини. Ну хорошо, что это спросить? Сейчас говоришь, вот вы сказали о женском мире, а расскажите о женском мире, о танцовщицах, которые были у него, у Валанчина, у его главных танцовщицах. Его женский мир составляли же танцовщицами. Все нормально? Да, все нормально. Олег, вот вы сейчас рассказали о женском мире Баланчина. Можно еще раз, пожалуйста, я не договорила, и ты началась сразу. У нас речь спуталась, давай еще раз. Олег, вот вы сейчас сказали о женском мире Баланчина, а расскажите, пожалуйста, о танцовщицах, которые представляют этот его женский мир. Ну вот, когда говорят о Баланчине, говорят, что главным стимулом для развития его танцевальной трубы была влюбленность балерин в него, что это было главным стимулом, потому что у Баланчина звезд не было. Всех фамилии писали в алфавитном порядке. Даже Нуриев, который требовал, чтобы его записали как главная звезда, получил отказ. То есть вот звезд у Баланчина не было. У всех были одинаковые оклады, одинаковые условия и одинаковые гримерки. Но тем не менее, конечно, звезды у Баланчина были. Все эти звезды, они так или иначе, ну почти все были связаны с Россией. Например, первая звезда, первая большая находка и победа Баланчина – это Мария Толчев. Мария Толчев, несмотря на русское звучание своей фамилии, была индианкой. Она выросла в Индийской резервации, но она была ученицей Бронислава Нежинской. И поэтому, как говорил Баланчин, она сохранила вот эту русскую наивность, которая присуща только русским балеринам. Потому что американские, они значит ангелоподобные, но прохладные. А русские, они еще и наивные. Это вот первая такая большая-большая звезда Баланчина. Вторая большая звезда Баланчина – это Мелисса Хайден. Мелисса Хайден, она, кстати, вот очень близка к тому же самому Леонарду Коеву. Она из Торонто, и она польская еврейка. Она тоже танцевала в огромном количестве ее партий. Он ставил под нее специальные балеты, и она была для него крайне важной персоной. Дальше, наверное, стоит назвать польскую еврейку, которую звали Аллегра Кент. С ней у нее были любовные отношения, он даже предлагал, не очень понятно, что он ей предлагал, но, в общем, не очень понятно, чего они хотели. Но, в общем, их роман развалился. Так же, как и развалился роман с его последней, возможно, самой яркой звездой, которую звали Сюзанна Форрелл. Сюзанна Форрелл, кстати, вот она была из Угая и никаких русских корней уже не имела. То есть вот русские корни, они постепенно из жизни Баланчина уходили. Хотя говорят, что это не так. Например, его американские жены всегда были в ужасе по поводу того, что он готовил. Это считалось русской кухней. Я не знаю, грузин Баланчин, вот он русскую кухню или грузинскую использовал. А вот неизвестно. Известно, что была закусочная на 57-й улице, русская, куда он ходил и прямо на кухне готовил. Зная, что больше всего Баланчин любил картошку, и даже цветы картофеля повергали его просто в трепет, ну, сложно предположить, какие русские блюда он готовил из картофеля в Америке. Это знаете, как вот... Это было его хобби? Ну, сложно сказать. Он очень был человеком непростым. Хобби у него, наверное, были все-таки духи, которыми он надушил разных своих танцовщиц, выбирая для каждой подходящие духи, считая, что вот если она пахнет немножко не так, то вот, ну, все. Но для картошки было место. Ну, картошка, да. Цветы картофеля, это вот его, говорят, главная страсть. Об этом в своих воспоминаниях написала, кто она, тетя Майя Плесецкой, замечательный, потрясающий балетный педагог Мессерер Суламиф, о которой мы тоже вот рассказывали о ее книге, о ней саму. Ну, вот-вот-вот, как-то вот так. Вот эти женщины его окружали всегда. Женат он был несметное количество раз, всегда на балеринах, значит, причем на некоторых балеринах он был как-то женат так, на некоторых иначе, некоторые отвергали его предложение о совместном. Ну, в общем, как-то все у него было очень, очень, очень непросто. Но вот эта вот любовь и стремление эту любовь от Баланчина заполучить, была для женщин в его трупе важнейшим творческим стимулом. Настолько важным, что он даже звезд не создавал и в афишах всех писал по алфавиту. Поэтому вот его женский мир был непростым, как и все в жизни Баланчина. Баланчина было непросто, непросто. Олег, расскажите, пожалуйста, еще об отношениях Баланчина с Лефарем. Ну, не продолжаем? Продолжаем. Все нормально. Олег, расскажите, пожалуйста, еще об отношениях Лефаря и Баланчина. Ну, собственно, отношений у Лефаря и Баланчина не было. Это люди, которые друг друга, наверное, искренне и трогательно ненавидели. Когда в 1929 году не стало Дягилева, первым пост главного хореографа «Парижская опера» предложили Баланчину. Но у Баланчина к тому моменту случился туберкулез мозга. Что это за заболевание, я так и не понял. Но оно очень серьезное. И Баланчин предложение отверг. Он отправился в Америку, где Кирстайн его таки вылечил. Но это же место было предложено Лефарю. Лефарь это место заполучил и как-то не очень удачно на этом месте распоряжался. Единственный его серьезный балет, это балет Икар, который он поставил в 1935 году, имел успех в спорной. Если вообще имел успех. А далее случилась оккупация Парижа. Далее случилась встреча Геббельса с Лефарем. Далее Геббельс показывал все свои находки. И даже поставил для Геббельса, совершенно с неким нацистским антуражем, балет. Что в момент, когда Францию освободили, привело к гонениям, обвинениям в сторону Лефаря. И Лефарь уехал из Франции и долгое время там не появлялся. Но там появился выздоровевший Баланчин. И Баланчин в 1947 году привез свою симфонию до мажор, которая тогда называлась Хрустальный дворец. Это был триумф. Симфонию до мажор до сих пор ставят все коммунилии. Даже в России есть две постановки. И когда Лефарь вернулся, ему возвращаться уже по большому счету было некуда. Но тут условно подоспел успех американский Баланчина. И Баланчин предпочел Америку. И тут подоспела, собственно говоря, смерть Лефаря. Лефарь, в общем, он как хореограф и танцовщик был не очень долговечен. Потому что у него не было классической школы. А если почитать, что писал Лефарь о своей жизни в России, то можно понять, что его психика его... Ну то есть его можно немножко понять. Когда он описывает, как он руками закапывает трупы друзей, которых убили коммунисты-большевики. И его отношение к нацистам, его любовь к России, она обретает некое такое своеобразное немножко звучание. И я не готов там быть святее Папы Римского, рассказывая о том, что вот Лефарь хороший или плохой. Но вот как-то так. Поэтому с Баланчинэм все было сложно. Их почему-то рассматривали как... Ну это два хореографа Великого Дягинева. Соответственно, все лучшее в мире, что есть, оно должно принадлежать либо одному, либо другому. А что лучше? Нью-Йорк-сити Балле или Парижская опера? Ну, в некотором смысле вопрос. Хотя, ну как я понимаю, если говорить о деньгах, то Линкольн-центр и его возможности, и возможности Парижской опера, ну вот они немножко отличаются. Тем более, что мы знаем, да, как образовался переезд Линкольн-центр и кто в тяжелые годы финансировал Нью-Йорк-сити Балле. Да, то есть Рузвельт попросил Форда дать денег Кирстайну, чтобы он все это проспонсировал. И Форд, известный своим антисемитизмом, дал денег еврею Кирстайну, просто огромное количество, чтобы тот, вот собственно говоря, организовал то, что потом стало Нью-Йорк-сити Балле, главным балетным явлением современного мира и мира, возможно, вообще. Ну, если не считать Тягилева, конечно. Олег, а еще расскажите, пожалуйста, о самых смелых и провокационных балетах для Мочина. Вы знаете, Баланчин поставил четыре сотни балетов. Вот четыре сотни, да. То есть, вот перечисление всех его балетов, оно было бы сейчас просто невозможно. Но, если говорить совсем честно, то этапных балетов у него только, на мой взгляд, четыре. Первый балет, это балет 28-го года, который он поставил для Тягилева и который называется Аполлон Мусагет. Этот балет, несмотря на то, что вроде как его не особо любили и выделяли, это балет, который стал визитной карточкой Баланчина и который, по большому счету, определил его судьбу. Поставил его в ряд главных хореографов мира. Второй балет случился уже в Америке. В 1946 году Баланчин был поставлен балет, который назывался «Четыре темпераметра». Он никоим образом не соотносился с Аполлоном Мусагетом. Это был балет, возможно, из-за моды того времени, это был такой немножко тюдор. Это были изломанные линии, изломанные движения, это было драма и напряжение. Но это драма и напряжение было чисто баланчинское. Вы знаете, вот как арабеск, да? То есть вот арабеск, что такое арабеск? Ну понятно, человек стоит на одной ноге, другую ногу вытягивает. Но Баланчин считал, что прежде чем ее вытянуть, ее надо вывернуть. То есть когда эти арабески видели люди в Москве, в Париже, они говорили, что это ульгарно, эротично и вообще невероятно невозможно. Баланчин говорил, что это удлиняет ногу, это хорошо. Вот «Четыре темперамента» это вот такая вещь, которая, ну вот она вдохновляет очень сильно. Далее довольно быстро, в 57-м году, меньше чем через 10 лет, появился, возможно, главный его балет, который называется «Агон». «Агон» на музыку Стравинского, так же как Аполлон Мусагет. Это некая третья часть трилогии, первая часть, у которой был Аполлон, это о богах, которые там, значит, вот. Так вот, там вот эта вся баланчинская энергия, баланчинская воля, баланчинский... Понимаете, тут еще и социальный контекст. Ведь что такое «Агон»? Это абсолютно чернокожий танцор Артур Митчелл, который танцует с Дианой Аддамс, маленькой белой женщиной, прозрачной. И вот этот вот огромный, значит, чернокожий человек, он ее не просто там как-то подбрасывает, он ее обвивает, они сплетаются, они совершают действия. И это 57-й год, это разгар борьбы, знаете, вот эта зеленая миля, там, сегрегация, преодоление сегрегации, имеют ли право черные. И вот такой балет, в котором вот это вот все происходит, причем не просто смело, происходит просто... Взрыв? Да, это было взрывом, взрывом, в общем, социально, да? То есть балет в данном случае превратился во что-то такое очень социальное, понимаете? Там-таки политическое. Да, это было просто политическое заявление, понимаете? Ну и последний балет, о котором говорят, как о главном наследии Волончина, хотя после этого он прожил десяток лет, это так называемый скрипичный концерт. Это, опять же, на музыку Стравинского. Это тоже некое провокационное, тоже некое такое вот программное, я бы сказал, заявление. Вот если собрать эти четыре балета, собрать балет Этидора, то, возможно, получилась бы совершенно новая линия в развитии балета. Но почему-то этого никто не делает. Тот же Кириан, который, ну, собственно говоря, должен был это делать, он играет. Он играет в эти музыкальные мелодии, он играет в эти направления, он много ставит на музыку Волончина, он обыгрывает балеты Этидора и Волончина, но другой. В нем нет вот этого, нет в нем, нет в нем узлом Этидора и нет в нем Волончинской отстраненности, Волончинской ангелоподобности, что ли. Понимаете, как, Волончин никогда не ставил классических балетов, все его балеты были неклассическими. Он не ставил вот эти все лебединые озера и прочие там щелкунчики, да, но он сам говорил, вот еще один афоризм, он говорил, что я делаю балет классикой. Я не ставлю классические балеты, я делаю балет классикой, я превращаю балет как искусство в классику, как искусство моей памяти, искусство воспоминания о Петербурге, ну, которого он не видел, да, я делаю это балетом. На самом деле надо понимать, что когда родился Болончин, Чайковского не было уже лет 10, а когда умер Петипа, Болончину было года 3-4-5, да, то есть нисколько. Это люди, ну, то есть это даже не память, это память о памяти, это что-то такое смутное, возвышенное, воздушное, что-то такое запредельно потустороннее. Что он скорее чувствовал. Да, при этом, насколько это все, ну, мы можем это видеть, хотя мы не можем видеть балетов Петипа, мы не можем видеть вот этого всего того, что тогда происходило, но ясно одно, что, ну, вот как-то так. В этом смысле провокационность Болончина, она особенная, но вот эти 4 балета, они сильно выделяются из того, что Болончин делал в основном. Насколько я знаю, в современном мире их сейчас не ставят, почему? Как вы думаете? Ну, современный мир, понимаете, вот что такое современный мир? Современный мир это некое отвратительное место, в котором Болончин, Болончин, ну, что такое Болончин и современный мир? Это, прежде всего, драгоценности. Драгоценности какой-нибудь Ван Клифф выдает настоящие, значит, бриллианты, сапфиры и рубины, одевают, значит, их на девочек, и они демонстрируют эти, значит, дорогущие украшения. Вот драгоценности ставят по всему миру. Драгоценности есть в Москве, драгоценности, да везде они есть, никто только не поставил драгоценности. Да, там, вот это вот симфония до мажор, сиренада, вот это то, что ставят. Понимаете, ставят, потому что это красиво, это забавно, это мило. Какое это имеет отношение к современности, какое это имеет отношение к тому, что чувствуют люди современные, большой вопрос. То есть, вот как Эгон, да, то есть, вот на горящие темы современности, там, не знаю, балет по поводу ковида с масками никто не ставит. Баланчин, наверное, бы поставил вот этот ковидный балет какой-нибудь, в конце концов, вот Зубская, наверное, это сделает. Я читаю пламенные воззвания Питера Зубски по поводу того, что ковидная истерия убивает культуру, искусство, хореографию. Его каморный балет мне безумно нравится, я готов поддерживать любые, не знаю только как. Ну, в общем, понимаете, вот этот мир, вот этот мир, в котором остался вот этот баланчин, такой вот, ну, не вымороченный, но такой вот изящный баланчин, это все, что осталось. Понимаете, не случайно первый балет на американской земле был сиренадой. И вот эту сиренаду, которую баланчин поставил, едва выйдя на берег Америки, вот он продолжает ставиться и до сих пор. Понятно, что последний балет, ну, условно, там, знаете, вот эта вот красивая такая штука, первый и последний балет баланчина на музыку Чайковского, которую я-то бы помнил. Значит, последний балет, значит, там, Ангелы, Девочка со свечой, там, Кресты, вот это все, опять же, музыка Чайковского. Все это безумно красиво. Хотя я бы вот спросил баланчина, а почему Чайковский, а не Стравинский? Стравинский на 20 лет старше, уже к тому моменту умер, мог бы, собственно говоря, другу последний привет послать. Но, видимо, баланчин для этого был слишком сложный человек, чтобы Стравинскому привет послать. А может быть, он обижался на Стравинского, как и я обижаюсь на Стравинского, за Дягилева, за совершенно омерзительную сцену в Венеции, в последние дни жизни Сергея Павловича. Ну что ж, спасибо за еще один интересный рассказ о баланчине. Надеемся, вы будете дальше с нами, следите за нашими новыми видео. И скажите, какие у нас планы на будущее? То есть, каким образом мы будем продолжать эту рубрику? Вы знаете, мы созрели, и сейчас в стадии регистрации находится общественный фонд, который будет посвящен сохранению памяти, наследия русских сезонов и Дягилева. Прекрасная новость. Это будет общественная организация. В этой общественной организации есть какие-то участники. В этой общественной организации, возможно, появятся какие-то новые дополнительные формы получения финансирования, и, соответственно, появятся какие-то новые дополнительные возможности. Мы планируем снимать настоящие большие фильмы, мы планируем писать настоящие большие книги, планируем привлекать лучших авторов, которые в России сейчас есть, и которые пишут о балете. Но не пишут о балете, потому что это никому в общем не нужно, а издатели предлагают суммы довольно смешные. Если наш общественный фонд сможет привлечь финансирование или просто возбудить какой-то интерес у публики, это будет очень здорово. По крайней мере, мы эту организацию хотим зарегистрировать.